Вадим, скажи, пожалуйста, что для тебя означает участие в этом полуфинале? Ну, хотелось просто проверить свои силы, ну и вообще очень замечательный турнир, в котором всегда очень приятно участвовать. Я стараюсь не пропускать эти турниры, поэтому, как бы сказать, игра, она есть игра, просто надо было проверить свои силы. Как ты оцениваешь свою игру и игру своего противника? Ну, Александр сыграл намного лучше меня, на данный момент намного лучше, поэтому он и выиграл. А где произошел перелом? Потому что в начале счет был ровно. Ну, скорее всего, после того, когда я проиграл ЛЭК на своем начале. Скажи, пожалуйста, как ты оценируешь организацию турнира? Замечательная организация, всегда Игорь проводит замечательные турниры, поэтому я считаю, на высоком уровне турнир проходит. Может быть, ты думаешь, что есть смысл что-то поменять в формате организации? Нет, формат хороший, формат не надо менять, все очень устраивает. Ты собираешься завтра играть? Да. Поздравляю с выходом в полуфинал. Спасибо. Ну что ж, закончился очередной про-тур. Мы уже близки к тому, чтобы узнать, кто же от компании EDC поедет на Кубок Мира. В первую очередь хочу спросить Александра, потому что он уже выигрывал один из про-туров в этом году. Как его игра в этот раз, какие ощущения, как он оценивает игру и организацию турнира именно сегодня? Ну, что сказать, мы с Евгением играем в одной команде в финской лиге, и он является лидером нашей команды. И в этот раз он доказал, что он действительно является лидером. И, не дай бог, на будущий год он будет играть хуже, чем сейчас, то в следующий раз он просто-напросто не приедет на отбор EDC. Хорошее пожелание. Что я тебе могу сказать? Остаться живым на следующий год. Для этого ты должен хорошо играть. Скажи мне, твои ощущения, потому что, если я помню, после первого нашего отбора, который мы проводили еще в 2015 году, в 2014 даже, в 2014 году, да, ты не выигрывал наши отборы. Вот твое ощущение сейчас? Ну, я хочу сказать, во-первых, спасибо всем организаторам, в частности, Игорь Засохову, то, что он организовал такой турнир, то, что мы можем сильнейшие спортсмены приехать сюда и выступить на мира. Это большое достижение, там, шаг в России по дартсу. Мои ощущения, что надо готовиться и выступать, и представлять интересы России на чемпионате. Не знаю, мне кажется, что все-таки вот сегодня, именно сегодня, игра была не на очень хорошем уровне, потому что средние наборы были достаточно слабенькие. Ну, ваша игра была, так, более-менее хорошая, около 80 очков на, значит, подход, но все равно это недостаточно для того, чтобы играть на международном уровне. Я очень надеюсь, и, может быть, вы мне там подскажете как-то, вот ваши следующие шаги, чтобы мы могли показывать более сильную игру. Не хотелось бы убить все-таки как-то мальчиками для битья на международной арене. Значит, я могу сказать, что вот наша с Евгением игра была не очень хороша, я считаю, по одной простой причине. Мы являемся принципиальными соперниками, и в дартс мы являемся врагами, и нервы, все-таки есть нервы. Хотя решающий человек был фантастическим, я бы хотел сказать, отметить игру не только в финале, но и игру в течение всего турнира, все-таки, если вы посмотрите наборы, они были еще хуже, чем в финале. Ну, дело в том, что я могу сказать, что то, что играл существенно выше, чем соперники, и этого хватало, все-таки в конце концов, я уже старенький дедушка, и мне тяжело играть постоянно на пределе своего уровня. Ну, то есть, это не вопрос уровня игры, который можно показать, а вопрос достаточного уровня игры по отношению к своему сопернику. Тактика и стратегия. Тактика и стратегия. Женя, я прошу прощения, что ты скажешь, потому что на самом деле игра была у вас, в принципе, на одном уровне, даже когда вы играли с Борисом, все равно игра была в районе 80 набора, не более. Вот для того, чтобы выигрывать там, все-таки нужно играть еще чуть лучше. Я видел, что я начинаю игру, и поэтому у меня есть преимущество. Когда он кидает 80, я кидал тоже 80, когда он кидал 60, мне нужно было кинуть 100, для того, чтобы быть на шаг впереди. Поэтому, когда он кидал 140, тогда я уже максимально напрягался. Когда он кидал там 140 и еще раз 140, тогда я выкладывался по полностью. Ну, я ждал ошибки, и когда он совершал ошибку, я кидал свои 140-100 очков, и это мне хватило для того, чтобы выйти. Ну, то есть мы говорим о том, что на сегодняшний момент игра была по игре соперника, да, и мы вправе рассчитывать, что если будет более сильный соперник, то игра будет более сильная. Играли на результат. Играли на результат. Прежде всего. Ну, вот единственное, что сейчас финал, ну, тут просто был мандраж. Просто был мандраж, вроде бы как взял Лег Евгения, тут он берет мой, опять собираюсь, потом чуть-то расслабляюсь. То есть, ну, и у него, я думаю, те же самые были ощущения. Да, именно так. И ждали решающего Лега, ждали ошибки, но в конце концов, то есть вот решающий Лег, по-моему, это был как раз уровень, на котором должны были играть всю игру. Я знаю, что на меры ошибаться нельзя, и нужно постоянно побивать 100-140 для того, чтобы победить. Но мы к этому готовимся. И вот здесь отборочные игры показывают, что, ну, можем иногда собраться, да, взорваться, вот это, отыграть там 6 Легов. Ну, и... Ну, что ж, я могу вам сказать, ребята, большое спасибо, потому что на самом деле, как бы там ни было с набором очков, потрясающий был решающий Лег, потому что он решающий. Обычно так, все играют хорошо 5-5, когда доходят до счета 5-5, а решающий Лег обычно проваливается, потому что все начинают максимально нервничать. Вы показали кардинально противоположную игру, и потрясающий был последний Лег. Спасибо вам большое за игру, мои поздравления. Спасибо, что он звонит. Да. Александр, вы на сегодняшний день второй, так что все отлично. С разрывом в 10 очков. Я вас с этим тоже поздравляю. Спасибо. Спасибо.